Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей студии сегодня, точнее в нашем офисе, находится человек, который пострадал от противоправных действий сотрудников полиции, по нашему мнению. И сейчас Александр поведает эту историю. Ответственности предупредил? Сейчас предупредил, сейчас я ему статью покажу и предупрежу. Вы свои противоправные действия прекратите сейчас данный момент? Сейчас данный гражданин. В данный момент вы прекратите свои противоправные действия или нет? Проведение административного расследования не равно рассмотрению административного дела. Фомин и Афонин. Помните это. Это разные процессуальные действия. Мы сейчас окажемся у наших замечательных Афонина и Фомина. Распространите этот сюжет во всех своих социальных сетях. И не забывайте писать комментарии под видео. И если ты еще не подписался на наш канал, то сделай это прямо сейчас. Здравствуйте, дорогие друзья. В нашей студии сегодня, точнее в нашем офисе, находится человек, который пострадал от противоправных действий сотрудников полиции, по нашему мнению. И сейчас Александр поведает эту историю. Всем добрый день. 10.03.2020 года на перекрестке у арены на бульвара Победы у меня произошло дорожно-транспортное происшествие. Когда сотрудники полиции приехали на место для оформления данного дорожно-транспортного происшествия, у участников данного ДТП возникло разногласие о виновности. И сотрудники полиции на месте не могли определить, кто был виновником. И возбудили дело об административном расследовании. И сообщили о том, что сотрудники отдела дознания на Обручево свяжутся через некоторое время по номерам телефонов. И в конце апреля я думал о том, что уже скоро два месяца будет, и ни звонка не поступало, и участники ДТП не были приглашены. Я приехал на Обручево, нашел инспектора, у которого находился данный материал. И он мне сказал о том, что да, вы знаете, я, наверное, у меня такого материала нет, но потом все-таки нашел, очень удивился. И сказал о том, что приходите 5 мая. И при этом он оповестил об этом второго участника ДТП. Когда я пришел 5-го числа, инспектор принял у меня все материалы, которые у меня были. Это фотографии с места ДТП и видео с видеорегистратора. И он при этом позвонил второму участнику. И тот сказал то, что он сегодня подойти не может. И как бы инспектор перенес рассмотрение дела на следующий день. Вот, когда я пришел на следующий день, инспектор начал знакомиться с материалами и доказательствами второго участника. Там какие-то были непонятные скриншоты на телефоне. Вот, хотя, как бы, не знаю, что там может было с ними знакомиться. Но это не суть. Он сказал то, что для того, чтобы определиться с виновником, вы все приходите 8-го числа и приносите все, что у вас есть на дисках. Вот, но я уже предоставил им до этого, вторую часть не должен был принести. Когда мы пришли 8-го числа, у меня было такое ощущение, как будто я попал не на разбирательство, а ДТП. Вот, а стал обвиняемым сразу. Вот, инспектор взял фотографии с каких-то камер, мне непонятных. При этом он никакие запросы не делал никуда. Начал показывать то, что вот, вы виновник. Хотя, как бы, я не перестраивался, ничего не делал. Вот, двигался только прямо. Вот, а второй автомобиль не уступил мне дорогу. И я уже чувствовал о том, что, возможно, я буду виновником. Хотя, как бы, я был полностью прав в данной ситуации. И через некоторое время инспектору предложил отправить нас на проведение автотехнической экспертизы. После чего инспектор сразу, он тут же переобулся. И уже, как бы, я из виновника в дорожно-рапортном происшествии практически через минуту превратился в невиновного человека. Вот, мне это показалось очень странным. Вот, потому что, как бы, буквально за минуту одним словом заставил изменить позицию инспектора по данному вопросу. Вот, мне этот вопрос очень показалось странным. Я обратился в организацию права на защиту. Вот, они ознакомились и сказали то, что тут были нарушены мои права. Ведь во время разбирательства дорожно-транспортного происшествия я происходящее начал все снимать на камеру телефона. Вот, но инспектор мне запретил данную съемку. Я был с ним не согласен, но боялся применения ко мне спецсредств, а также быть незаконно привлеченным к ответственности за неповиновение сотрудников полиции. Вот, никому не хочется посидеть несколько суток в КПЗ, ожидая суда. Нам известна эта история, потому что ты связался до того, как ты в дознание пошел, ты позвонил, дали тебе несколько отдельных советов. И, значит, единственное, что в данном случае понятно, что, и слава богу, что на ночь советы тебе помогли, в частности, это проведение автотехнической экспертизы, как раз-таки это их спугнуло, потому что они прекрасно понимают, что в материалах дела имеются все данные о твоей невиновности, потому что были приобщены и видеозаписи, и все остальное. На испуг, так скажем, хотели тебя взять. Но ты их больше взял на испуг. Самое ключевое, какое здесь противоправное действие со стороны сотрудников полиции Дорожьей Патронной службы, это запрет на проведение видеосъемки. Черная на ней по-моему не стоит. Черная на своей полосе стоит. Посмотрите, можно. Покажите, ради этого. По мне, вот я еще в своей полосе нахожусь. Я на твоей полосе не заезжал. Ты скажи, зачем ты начал перестраиваться в мою сторону? Какую в той сторону я начал перестраиваться? Вот. Сейчас я все не перерываю. Попер. Загонять. Загонять. Условно говоря, там, да? Хорошо, что вы не сладите. Паш, все, поцепим, то не жена. Есть, прошло, а надо лезть. Знаешь, что вы делаете? Что вы делаете? Сроков пошло, что у вас другое какое-то мнение. У меня? Да, конечно, другое мнение. Давайте, аргументируйте. Аргументированно. Аргументированно. Я ехал в своей полосе. Ну, как в своей полосе? В крайнем левом ряду. Что ты начал перестраиваться? Я не начал перестраиваться. Я ехал в своей полосе. Ну, если бы ты ехал в своей полосе, ты бы мог бы меня не объединить. Какого? Вашего? Да. То есть, для того, чтобы снимать ваши профессиональные действия, надо спрашивать разрешение? Совершенно верно. Можете запретить. Запрещение не делал? Запрещаю. Аудио-видео вы можете вести. Слышите меня? Да, слышу. Будете прекращать. Вы сказали, можете вести. Аудио-видео можете. Аудио-видео можете вести, вы сказали. Аудио-видео. Вы сказали, аудио-видео можете вести. Оговорился. Будете прекращать. Видеосъемку? Да. Вы мне только что сказали, аудио-видео можете вести. Вы меня слышите? Я вам сказал, что я оговорился. Ага. Да. Вам показать статью кодекса? О чем? Об этом. А не повиновение? Нет. А о чем? Покажите. Не ходите. Игорь Геннадьевич, ты предупредил человека о том, что ты не разрешаешь проводить видеосъемку? Вы в ответственности предупредил? Сейчас я ему статью покажу и предупрежу. Вы свои противоправные действия прекратите сейчас данный момент? В данный момент вы прекратите свои противоправные действия или нет? Да, прекратил. Сейчас я зачитаю непосредственно жалобу, которую подготовили для Александра, которую мы сегодня вручим и зарегистрируем на обручево-3 в ГИБДД. Ну и как раз мы подготовили по этому поводу, так случилось, памятки на такой случай каждому автомобилисту и тем нерадивым сотрудникам полиции, чтобы они знали и не подменяли никакие понятия. В общем, я сейчас прочту саму жалобу. Командиру ОБДБС ГИБДД ОМВД России по городу Воронеж, подполковнику полиции Рыженину Виталью Владимировичу. Уважаемый Виталь Владимирович, определением от 10.03 было возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования в связи с ДТП, которое произошло 10.03.2020 года в городе Воронеж, улица 60-й армии, дом 27, примерно 18 часов 15 минут. В результате чего автомобили Pontiac Vibe и Kia Optima получили механические повреждения. Водитель автомобиля Kia Optima вину на месте не признал. Административный материал был направлен инспектору по ИАС УБДПС ГИБДД ОМВД России по городу Воронеж Фомину Геннадь Геннадьевичу. Инспектор Фомин назначил проведение административного расследования на 8 мая. От имени Александра пишем, когда я зашел в кабинет к Фомину, то почувствовал себя обвиняемым в каком-то преступлении, то о чем как раз Александр говорил. Так как инспектор вел себя очень агрессивно в мой адрес и говорил, что я виноват в ДТП, показывая какие-то распечатанные скриншоты на бумаге А4. На этих скриншотах было видно, что автомобили стоят передней частью рядом, хотя в столкновении у меня пострадала задняя правая часть автомобиля. Через некоторое время я решил взять свой телефон и зафиксировать весь процесс на видео, так как опасался противоправных действий в свою сторону и хотел, чтобы проведение административного расследования прошло без нарушения моих прав. То есть надеялся на то, что видеосъемка хоть как-то дисциплинирует сотрудников полиции. В этот момент инспектор начал чертить какие-то непонятные линии разметки, которой фактически на месте ДТП нет. На мой взгляд это глупо, так как в этом нет никакого смысла. Основываясь на своей безумной теории, инспектор ДПС пытался обвинить меня в нарушении ПДД и признать виновным в ДТП. До этого я несколько раз повторял, что есть схема ДТП, фотографии и видеозапись вместо ДТП. Инспектор меня не слышал. В процессе видеосъемки инспектор Фомин сказал, что запрещает мне вести видеосъемку, хотя в данном случае его разрешение не требуется, так как на момент съемки проводилось административное расследование Фомины. То есть инспектор Фомин предъявил незаконное требование. Через некоторое время ко мне обратился инспектор Афонин с таким же незаконным требованием о прекращении видеосъемки. Перед этим, не представившись, как того требует пункт 4 статьи 5 Федерального закона о полиции. Более того, инспектор Афонин пригрозил привлечь меня к административной ответственности за невыполнение законного требования сотрудника полиции. Мне пришлось подчиниться незаконному требованию инспектора Афонина и Фомина, и я выключил камеру мобильного телефона. Считаю, что они превысили свои полномочия и нарушили мои конституционные права и законы полиции. Фомин и Афонин сослались на часть 3 статьи 243 Коап РФ. Тем самым ввели в заблуждение, подменяя понятие рассмотрения административного дела с проведением административного расследования. Это разные процессуальные действия. Ниже я прилагаю памятку Воронежского регионально-общественного движения «Дорожный контроль», где полностью разобрана данная ситуация, которая основана на действующих нормативно-правых актах. Через несколько минут я включил аудиозаписи, в процессе разговора с инспекторами решил, что нужно подавать ходатайство о назначении и проведении автотехнической экспертизы, так как эксперт точно установит мою невиновность. Я попросил у инспектора Фомина ручку и начал писать ходатайство. Через минуту Фомин пересмотрел свою безумную идею о моей виновности, и я оказался невиновным. У меня ходатайство о назначении автотехнической экспертизы. Будете писать? Конечно. Дайте источку. Да, и, конечно, все давайте. Можно в вашу должность, звание? Инспектор по исполнению административного... Можно подвинуться? Не, нельзя. Нельзя? Ну, зачем вы двигаете на моем столе? Присядьте вон туда, напишите. Так, схема ДТП у нас есть, на месте ДТП у водителя были согласны, правильно? Согласна, который в том имени. Владимир автомобиль едет прямо, то есть ваш, наверное, да? Да, да. А вы перестраиваетесь. И что место столкновения было где крестик у нас, правильно? Да. То есть все, кстати, сады мусорбанских. Да. Вы перестраиваетесь, а вот этот товарищ прямо едет. Мне кажется, что он перестраивается в мою сторону. Какой он перестраивает? Ну, в такую важную. В мою сторону перестраивает. Надо перестраиваться отсюда, вот сюда. Нет, смотри, тут все будут нарисованы. Я вижу, значит. И нарисовано место ДТП. Крестик. Да. Понятно. Что там идет? Управление движения на мобильный. Товарищ, на чем там? Притягивает полу. Есть по прямой. А вы едете. Не по прямой. А он? А дело. Ну, хотели, наверное, вот сюда вот. Хотели бы, наверное, вот. И ехали прямо. Ладно, они не столицы набрали. Если бы вы взяли, мы не заехали вот сюда вот. Куда, сюда? Ну, хода. А на полосу, получается, или на... На виденную полосу. На схеме, как вы там полагаете сейчас. На 11-12-12-12-13. Немножко неверно. Не верно? То есть, вы не согласны с данной схемой? Вы не согласны с данной схемой? Вы не согласны с данной схемой? В смысле, вот здесь вот? Вы не согласны. Вот здесь вот. Я бы вас не предотвели. Да. Понял. То есть я заехал в центральный ряд, сел в ваш автомобиль, выехал, потом сел в свой и въехал в стоящий автомобиль? Да, в стоящий. Стоящий? В смысле? Получается пристроение руке на лицо. Катай, ты в воздух в воде? У меня нет. Понятно. Вторая задача составим. Право всем надо разъяснить вам. 51 Конституции все знаете, нет? Можете посредиться против себя самого сагриски. Сейчас я в 17-9. Надо давать кардио показания. Это очень важно показания при усмотре на местах и на ответах. Также лицо, в начале которого я спрогвозил. Право знакомство с осевым деревом дел, пользуясь веществом и защитным представителем. Право всем ясно и понятно? Да, да. Значит, это сейчас составит за поводом отношения водителя, переслабшийся и середине управления последним требованиям пункта 8.4 Продолжение следует. При предстоянии наступили дорогу транспортную слизистку. Понятияк. Продолжение следует. 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 И прошу. Провести проверку в отношении инспекторов ИАС, Афонина и Фомина. Разъяснить им нормы права и то, как ими нужно пользоваться, не вводя граждан в заблуждение. Привлечь их к строго дисциплинарной ответственности за незаконные требования о прекращении видеосъемки и за незнание норм права и их подмены. Привлечь к ответственности Афонина за несоблюдение пункта 4 ст. 5 ФЗП. Провести проверку в отношении этих двух сотрудников на вопрос соответствия занимаемой должности. Провести разъяснительную беседу с личным составом по розыску и дознания на тему соблюдения законодательства при реализации прав граждан и выдать им приложенную к заявлению памятку от ДК для ознакомления. Ответ направить на указанный e-mail в заявлении. Сегодня у нас 18 мая 2020 года. Сейчас мы зачитаем саму памятку. Мы ее прикрепим файлом. Там будет ссылочка в описании к ролику. Вы сможете скачать и распечатать. Памятка для водителя. Административный кодекс действительно запрещает производить видеосъемку при рассмотрении административного дела без получения разрешения рассматривающего дела лица в соответствии с частью 3 статьи 243 КОАП РФ открытое рассмотрение дел об административных правонарушениях. Там пункт 3. Лица, участвующие в производстве по делу административных правонарушениях и граждане, присутствующие при открытом рассмотрении дела административного правонарушения, имеют право в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход рассмотрения дела административного правонарушения. Фотосъемка, видеозапись, трансляция открытого рассмотрения дела административного правонарушения по радио, телевидению, информационно-телекоммуникационной сети, интернет, допускается разрешение судей органа должностного лица в данном случае, рассматривающих дело административного правонарушения. Но вы вправе осуществлять аудиозапись в любое время без уведомления должностного лица. Для осуществления видеозаписи необходимо заявить письменное ходатайство о проведении видеозаписи. В случае отказа сотрудник полиции обязан вынести мотивированное определение об отказе в удовлетворении такого ходатайства. Приступим к разбору ситуации. Можно ли осуществлять видеозапись действия сотрудника ДПС, который остановил и вменил нарушение? Ответ. Конечно, можно. И не только остановил. Мы рассматриваем ситуацию, которую имеем сейчас. То есть проведение административного расследования. Можно на основании части 1 статьи 8 Федерального закона о полиции и части 4 статьи 29 Конституции РФ. Можно до того момента, когда сотрудник ДПС начнет рассмотрение дела о административном правонарушении с последующим вынесением административного постановления. Проводить рассмотрение административного дела сотрудник полиции обязан в полном соответствии со статьей 29.7 КОАП РФ. Порядок рассмотрения дела об административном правонарушении. Пункт 1. При рассмотрении дела административного правонарушения объявляется, кто рассматривает дело, какое дело подлежит рассмотрению, кто и на основании какого закона привлекается к административной ответственности. Пока полицейский не объявил, что сотрудникам полиции рассматривается дело административного правонарушения, совершенным водителем, которому вменяется нарушение конкретного пункта ПДД, за что предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей административного кодекса, рассмотрение дела считается неначатым. То есть можно осуществлять видеосъемку на основании закона о полиции и Конституции. И да, проведение административного расследования не равно рассмотрению административного дела. Фомин и Афонин. Помните это. Это разные процессуальные действия. Также можно осуществлять видеосъемку при составлении протокола административного правонарушения. Это не запрещено законом и специального разрешения от сотрудника полиции не требуется. Это все, что мы хотели сказать по этому поводу. Ну а теперь мы сейчас окажемся у наших замечательных Афонина и Фомина. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, где Фомина, инспектор? Из кабинета выйдите, Фомина нет, у нас здесь только по приглашению сотрудника можно входить. А почему вы без масок? Пожалуйста, выйдите из кабинета, вы зашли в кабинет. Послушайте, у нас к вам еще раз достаиваю, выйдите из кабинета, посторонние граждане, выйдите, пожалуйста, из кабинета. Пожалуйста, выйдите. Вот вам вот такая памятка, прощая. Еще раз вам, выйдите из служебного кабинета отсюда. И памятку сюда, помимо. Уважаемый, вы выполняете мои законные требования. Ты посмотри, Фомина, будете разбираться. Вы по всей семье сотрудников входим в кабинет, выйдите, пожалуйста. Почему без масок? Вам что не понятно? Мы в масках мы продемонстрируем. Ты неадекватен вообще? Пожалуйста, выходите из служебного помещения. Ты неадекватен? В смысле? Я у тебя дома что-то или что? Вы зашли самовольно. Вы раздевали маски, понимаете? Вы с режимом ознакомились? Каким режимом? Тут режим на обмотке. Выходите, пожалуйста. Каким режимом? Уважаемые, выходите из служебного помещения. Куда выходить? В коридор. Выходите. Я в коридоре нахожусь. Я вас спрашиваю, выйдите. Я в коридоре нахожусь, в чем проблема? Пока вас не пригласит сотрудник, сюда заходить нельзя. Фомино и Афонину, в чем проблема? Кафонин обращаетесь. Я слушаю. Ух ты. Говори. Пройдемте. Приглашайте. Я вас не приглашаю. По какому поводу вы пришли? А теперь вы гневно-постите. Меня в производстве дело находится или нет? А что из производства? Все. Цель вашего визита? Ваше противоправное действие, отношение гражданинам? Цель вашего визита. Памятку вам вручить. Цель вашего визита? Памятку вручить. Граждане выходим из служебного помещения. Вы вручите. Да, я передаду. Надо заходить на меняürю. Передадет. Передадет, хорошо. А для вас прочитаю. Чтобы вы знали. Цель вашего визита, уважаемые. Я вам сейчас скажу, памятку вам вручить. Мне ваша памятка неинтересна. Жалоба по вашим действиям будет сегодня подorgan. Потому что у вас бестолковость, неграмотность, зашкаленная. Пожалуйста, вы храните из кабинета. А почему вы так все ведете? Потому что у нас режим определенный, понимаете? А мне волнует ваш режим. У вас без масок режим или что? Сразу маски? Это служебный кабинет. А что маски же вы? Когда я общаюсь с гражданином, я общаюсь с маски. Понятно? Так вы со мной общались без маски. Это вы ворвались в кабинет без приглашения. Мы зашли. Ворвались по-другому. Но вы зашли без предупреждения. Ворвались, если я был в балаклаве. Еще раз говорю, освободите дверь и не мешайте осуществлять служебную деятельность. Что вы так... Сейчас закроется еще. Можно открыть? Ну зачем так паникуешь? Да нормально общайтесь. Вы что такое неодекватное, а? Подождите, секунду. Ты реально невменяемый. Послушайте. Неадекватный человек. Послушайте меня. Вы пришли к Фомину. Мы к Фомину. Вы пришли к Фомину. Я вам поясняю, что Фомину сейчас нет. Фомина тоже нужен. Да. Что значит вам нужно? Вы для рассмотрения дела или как вы пришли к Фомину? Никакого рассмотрения. Как сотрудники полиции. Действие с полицией гласная. Ну вы обратились, вы сказали передателю каждому. Как я же ему еще не прочитал. Я не перейдал. Ну теперь на конец. Вы передали. Не надо ничего читать. Мы с вами разнакомимся. Понимаете? Я хочу развеснить. Он знает. Мы знаем эти все понятия. Не знаю, а почему вы их подменяете? Вы были тогда, когда они вдвоем запрещали противопрактные действия не осуществляли? Давайте мы не будем запрещать видео-съемку. А если запрещайтесь с видео-съемку, подменять понятие административной расслабленности с компетентным органом, с обращением своего фиксируйте и будет рассмотрено. Мы хотим ему в голову вдолбить. Что значит в голову вдолбить? В голову вдолбить, чтобы он понял, осознал. Что значит в голову вдолбить, чтобы он понял, осознал. Это было запомнил. Правого поля. Так мы и делаем. Мы пришли. Мы сейчас еще разговариваем. Вы передали памятки. Все. Фомин сейчас отсутствует. Точнее Фомин. Афонин, слушай, я тебя зачитываю. Не надо ничего, зачитывай. Памятка для водителя из гектора до поля. Отникайте ради бога. Хорошо? Это отработает. Можно мы начнем? Он же сейчас ничего не делает. Послушает какую-то поляную информацию. Он работает, ребят. Пусть он послушает поляную информацию. Ждите, вы в рамках... Жалко, жарко. В этой маске я понимаю, почему вы ее не носите. Почему вы ее не носите? Мы заделся. Когда люди находятся, мы не заделываем масок. Вот вы адекватный сотрудник. А почему тот примененный физический... Да если он адекватный, все сотрудники нас адекватные поверят. Нет, он неадекватен. Ну, перестанет. Афонин, слушай. Можно, можно, пожалуйста, здесь вставить, хорошо? Я здесь устраиваюсь. Можно дверь закрыть? Это рабочее место. Ну, я хочу с ним общаться. Ну, вы отвлекаете нас сейчас. От чего? У него какие-то... Вы... Он здесь делал спокойно. Назначат вам место и время. Можно? Без камеры. Вы что, без камеры? Потому что это служебное помещение. И что это значит? На данный момент... Нельзя осуществлять видеосъемку? Я запрещаю здесь съездить съемку. Вы запрещаете? Производство подъема ведется сейчас. Нет, скажем. Вот, все верно. А запрещайте. Нельзя обрываться в служебный... Вы сейчас вообще поняли, о чем я говорила? Вы с какой целью явились? Вы пригласили. Вы с какой целью явились? Зачитать. Вот. Цель висит. Зачитать вам памятку, чтобы вы не подменяли понятки. Вы дели граждан в заблуждение. Кто вы? Гражданин Российской Федерации. Нам ваш памятник неинтересно. Неинтересно? Если вы не знаете законы... У нас есть определенный порядок приема граждан сейчас. Понимаете? Да. Вот, пожалуйста, соблюдайте его. Где он написан? По приглашению сотрудников. Это кто такой сказал? Руководитель наш сказал. И что это значит? Мне по приглашению нужно сюда приходить? Все. Цель вашего визита. Вы что? Вы получите вам памятку и осуществите ее. Она мне не нужна, ваша памятник. Вы ее изучите? Мне она неинтересна. Вы знаете, что такое... У нас есть концы, Гориан. Скажите, пожалуйста, если вы хотите... Вы знаете, что в административе проведения представленного рассматривания и рассматривания дьявра? Еще раз, цель вашего визита. Вы не знаете. Цель вашего визита. Включите ее, больше так не делайте. Что вы хотели? Я вам... Я вам... Знаете, что... У меня в производстве есть дело с вашим участием. Я здесь поселюсь. У меня в производстве есть дело с вашим участием. Я здесь поселюсь. Вы по какому делу? Я здесь поселюсь. И каждый гражданин получит памятку, что вы не беспредели в отношении граждан. Выходите. Выходите. Хорошо? Договорились? Выходите. Обязательно передайте памятку и изучите. Это будет каждый сотрудник дознания и розыгрыша. Пятый раз вам требую от вас выйти из службы кабинета. Если это требование, то законное, правильно я понимаю? Вы будете выходить или нет? Требование скажите или просьба? Это требование. Пожалуйста, подвиньте в служебном помещении. Не мешайте сотрудникам работать. Я выговорил ваше незаконное требование и подарок. Да, можете обжаловать. Да, можете обжаловать магистр. До свидания, удачи. Всего хорошего. Учите на зубов то, что там написано. Позорники, блин. Значит, теперь выходить по кнопке и заходить по кнопке. А люди здесь ожидают, да? А вас все здесь держат, да, чтобы вы здесь стояли и ожидали такого, да? И присесть должны быть. Как они отручат люди, вот вы уже стояли. Вот здесь должны люди все ожидать. Да, да. Обратите внимание, как отношение, вообще какое отношение у руководства МВД, вот к простым смертным, к нам гражданам. Теперь все должны ждать, стоять на лестничной площадке, на этой лестничной клетке, по-другому не назовешь. Там настолько неудобно, и они ожидают люди, я думаю, уже достаточно долго. Это что за отношение такое? Почему закрыты коридоры? Почему не могут обеспечить людям нормальную посадку, чтобы просто сидели, спокойно ожидали? И вот в отношении, вот по поводу действий Афонина, это вообще неадекватен. Вы посмотрите на его действия, что он может делать в отношении других граждан, которые не осуществляют видеосъемку. Он может беспределить. Прошу обратить внимание руководства МВД на его поведение. Впредь, чтобы он больше не допускал противоправных действий. Считаю, в отношении меня была применена физическая сила абсолютно необоснованно. За это он должен принести наказание. Следующий момент, про социальную дистанцию, ее вообще нет. Он сближался ко мне, вот постоянно подвергал меня опасности. Более того, когда мы тут зашли, у них не оказалось ни у кого массы. Что это за такое отношение к гражданам? Вы не свои жизни не бережете, не граждан жизни. Беспредельщики. 67-9. 67-9, да? Угу. Я приехал сюда. А, и. Есть сотрудник. А как заходи? Бужка? Сотрудник у него. Блин. Сотрудник. Здравствуйте. Не знаю. Здесь нет. Заявление. Хотим оставить заявление. Зарегистрировать. Можно. А вот прямо здесь. А вот прямо перед вами. А вот прямо перед вами. Так, делал. Правда. Не вижу. Где, где, где. Где, где, где. Ага. Ну, потому что я это понял. А, канцелярия забирает эти заявления. И потом мы говорим. Я понял. Хорошо. Все, до сюда. Ну, как они упростили, короче, момент такой. Просто ящик на заявление есть. Потом говорят, канцелярия забирают. Ну, соответственно, регистрируют. Нам на них почта разъединили. Насколько это вообще правомерно, мы не знаем. Так. Вот такой момент. Вот, знаете, вот смотрите. Вот есть заявление, а есть еще 9 диск. Вот 9 диск туда не поместится точно. И плюс, к какому заявлению они тоже не определят. Значит, нам нужно уточнить, в какой-то ситуации действовать. На меня только до первых. Снова вас беспокоит. Смотрите, какая ситуация. У нас с 9 диском он в упаковке пластиковый. Соответственно, первое, он туда проникнуть не может, в этот ящик. Второе, не будет понятно, к какому заявлению этот 9 диск. А его невозможно просто прикрепить, в связи с тем, что он в классике в упаковке. Поэтому нужно будет, я думаю, ручной упаковке. А, спасибо. Сейчас свяжутся с канцелярией и придут. Слушай, в этой маске очень жарко. Ха-ха-ха-ха. Это капец. Здравствуйте, вык надо, да? Жалоба подана. Ждем теперь результатов. Если вы столкнулись с правым беспределом, рекомендую вам обращаться в право на защиту и ставлю им лайк за помощь и поддержку. Приходите к нам. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok